Именно конкретно по оборудованию, которое находится в кардокомпрессорум и электромоторум. То есть на нашем транкдеке находится, это вообще одно помещение, но у него два независимых входа, это кардокомпрессорум и электромоторум. Значит это в одном помещении у нас находятся все электроприводы всего. В кардокомпрессоруме находятся непосредственно сами наши компрессора, вапорайзеры и хитеры. Значит, что находится в кардокомпрессоруме? В кардокомпрессоруме находится, есть HD компрессора, это high-duty компрессора. Да, вот он. High-duty компрессор наш. Для чего он нужен? Значит, этот компрессор используется во время погрузки, когда мы грузимся, когда мы начинаем подавать жидкость в наш холодный танк, либо, когда мы захолаживаемся у терминала, происходит газообразование, огромное количество генерации паров газа. И эти пары газа мы отдаем обратно на берег. Но их такое огромное количество, что, говоря фрифлоу, невозможно подать его. То есть запускается high-duty компрессор. Это, по сути, просто блор, дуйка, которая запускается и выдает порядка, по мануалу написано 25 тысяч кубов вейпора в час, но на самом деле выдается, я увеличил его до 50 тысяч кубов на одном компрессоре. То есть все ограничение стоит по электромотору, по турку. Что сейчас делается? Раньше было гораздо проще. Раньше запускалось два компрессора и параллельно, чтобы не было бэк-прессора, увеличивалась их произвлительность и выходила... То есть мы смотрели по давлению в танках. И вот когда давление танка у нас удовольствоверяло, и нам спокойно с ним, мы его так и оставляли. То есть переключали... Обычно это увеличивается давление вручную. То есть что происходит? Получается, закрывается этот клапан, байпасный наш клапан автоматически, и ваннами он просто больше закрывает их и увеличивает потом. Параллельно оно увеличивалось, и когда выходили на наш рабочий рейд, переключали в автомат. Когда в автомате есть две уставки. Он ставится либо по давлению в танках, он регулирует, либо по флоу, да, по нашему флоу. Что происходит сейчас? Сейчас это начали катарцы, катари начали, но сейчас и весь мир этому следует. Они поставили так называемую систему J-BOK. То есть это система, которая гонит дальше на релик-плант, и которая сжижает эти пары, и в дальнейшем они их используют для чего-то. Почему это делается? Потому что, когда мы гнали двумя компрессорами, вот эти вот все пары, они сжигались на специальном таком флеере, на специальном такой мачете. Они просто сжигались. И, как они заявляют в Катаре, их средняя температура летом повысилась на 2 градуса из-за этого. И из-за этого сейчас невозможно использовать два компрессора из этого J-BOK, потому что слишком большой backpressure, и поэтому работает только один компрессор. Это немного усложняет работу, потому что, ну, как вы понимаете, когда у вас работают два компрессора, не дай бог что-то случилось, у вас всегда есть второй компрессор. А когда у вас первый один компрессор распал, и вы посередине грузовой операции, и у вас огромное количество паря, то есть, ну, не очень комфортно себя чувствуешь. Так, здесь такая сложная схема. Тут просто куча всяких датчиков по температуре, датчиков по давлению. На самом деле, ничего такого. Вот наш электромотор, вот это вот, вот это вот, находится в электромоторуме. Вот наш специальный bulkhead seal, который находится через переборку, такую вот специально защищенную газовую, и дает привод нам на наш HD-компрессор. Вот он так примерно выглядит. То есть, фирмы Криостар, обычно они либо Криостар, либо Атлас Кобка. Но, как Дмитрий вчера говорил, да, монополистом является Криостар. Это французская фирма, которая, они понаделывали кучу компрессоров, а когда что-то случается, дождаться сервиса практически невозможно, потому что у них не хватает людей. Так, это наш HD-компрессор. Так, Low-Duty-компрессор, либо BOG-компрессор. Значит, они есть разных типов, то есть, на DFDE, дизель-электриках, да, стоят Криостаровские, Low-Duty-VIOG-компрессора. То есть, я указал три типа, то есть, с DFDE, Бурхард с Мэгги, и также Бурхард с XDF, то есть, это суть одна и та же, только разница в производительности и в габаритах, да, то есть, вот наш, давайте по одному рассмотрим их. То есть, Криостаровские, они есть четырехступенчатые, и есть двухступенчатые компрессора. Вот он так вот примерно выглядит, наш компрессор. L-D-компрессор, это схема четырехступенчатого компрессора. Так, тоже, в принципе, сжатие, 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 то есть, получается, суть в чем, что он выдает с, допустим, 120-150 милибаром, которые у нас в танке, он его сжимает до порядка пяти бар на выходе. То есть, для чего он нужен? Он подает нам газ, как топливо на двигателя. То есть, после этого компрессора у нас идет газ в машинное отделение. Значит, в машинное отделение после нагнетания он проходит через так называемые специальные, вот они находятся, мастер-газ-валы. Это клапана, которые, это обычные гидравлические клапана, которые, они открываются, то есть, почему у них такое внимание? То есть, они в случае ESD, да, какой-то, если срабатывает emergency shutdown, то есть, есть разные, в дальнейшем мы об этом расскажем, Витя дальше расскажет про ESD, есть разные, как сказать, ситуации, при которых срабатывает ESD, да, допустим, к примеру, если у вас упадет давление гидравлики, да, то есть, в нашем PowerPack Unity, по-моему, до 100 бар, у вас срабатывает ESD. То есть, почему срабатывает ESD? Потому что система подумает, что у вас нет контроля над клапанами, и оно отключает все. И вот этот мастер-газ-клапан, так как у вас система подумает, что у вас нет контроля над процессом, она закроет эти мастер-газ-клапана и тем самым обрубит поступление газа к двигателю. То есть, если оно обрубит газ к двигателю, это не значит, что будет прям blackout, или двигатель остановится. То есть, оно обрубит, давление будет постепенно падать, опять-таки, система автоматики увидит, что у вас падает давление на входе в JVU Room, в Gas Valve Unit Room, и система автоматически по специальному секунду перейдет на легкое топливо. То есть, такого резкого перехода не будет. Так вот, наши LD-компрессора, значит, криостаровские есть двухступенчатые и четырехступенчатые. Отличие двухступенчатого от четырехступенчатого компрессора тем, что на, допустим, четырехступенчатый компрессор не нужен никакой прикулер. Что такое прикулер? Это, то есть, вы берете парьо, которое у вас идет, да, порядка, я не знаю, там, минус 120 градусов, допустим, если жидкость у нас, минус 160, то парьо будет минус 120, минус 130, минус 100, да, на всасывание. Оно так и идет на компрессор, и дальше сжимается, сжимается, нагревается, естественно, и подается на двигатель. То в двухступенчатом LD-компрессоре, low-duty компрессоре, нужен прикулер. То есть прикулер – это спрей-пампом, вы запускаете его, он у вас не запустится до тех пор, пока у вас температура на всасывании не будет минус 130 градусов. Вот это такая туристика, она такое ставит, и у них разница в произведительности еще. Так. Продолжение следует...